МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В микрорайоне Бутово-парк прошел рейд, в ходе которого проверяли доступные способы оплаты за проезд в общественном транспорте. Сейчас проверили три автобуса. Из этих трех автобусов один был нерегулируемым тарифом, два было с регулируемым тарифом. Сделаем Подмосковье безопасным вместе. Голосование под таким девизом проходит сейчас на портале Добродел. Безопасный регион – это программа, которая делает области, муниципалитет принимает участие в части своего софинансирования. Во дворце спорта Видное состоялось первенство и чемпионат России по дисциплине «Сютокан» – каратэ-до. Наш вид спорта мы считаем очень полезным для развития как мальчиков, так и девочек, мужчин и женщин. По многочисленным просьбам жителей в микрорайоне Бутово-Парк прошел рейд по проверке доступных способов оплаты за проезд в общественном транспорте. Инициировали его представители проекта «Народный контроль» и депутат, представляющий территорию, Валерий Черников. О результатах инспекции расскажет наш корреспондент Юлия Погосян. Транспортные системы оплаты «Стрелка» и «Тройка», банковские карты – тот перечень инструментов проезда на работу, у которых постоянно поступают жалобы. Депутат Валерий Черников ежедневно получает десятки сообщений от жителей о том, что те не смогли оплатить маршрут и их высадили. На самом же деле это проблема перевозчика, утверждает «Народный избранник». В случае несрабатывания электронного платежа водитель обязан провести пассажира бесплатно. Сейчас проверили три автобуса. Из этих трех автобусов один был нерегулированным тарифом, два было с регулированным тарифом. Карта «Тройка» я попробовал проверить, а также проверили карту «Мир». Значит, карта «Мир» пробилась во всех трех автобусах, карта «Тройка» пробилась только в двух автобусах. В одном автобусе терминал ее не считал, не пробил. Пытались минут пять по-разному ее вставлять, не получилось. Водитель предложил проехать не бесплатно. Такую ситуацию участники рейда встретили в Боброво на одной из остановок улицы Лесная. Маршрут 12.02. Однако водители продолжают махинации на маршрутах с нерегулированным тарифом. При проезде меньшего расстояния деньги берут как за максимальный. Я хочу облачить карту «Тройка». У вас принимают карту «Тройка»? И совсем другая ситуация на маршруте 10.19. Карта «Тройка» не прошла. Водитель отказался везти бесплатно. Но больше всего участников рейда удивило отношение ко всему происходящему. Самих пассажиров. Слушайте, давайте мы уйдем. Я при чем? Слушайте, давайте мы все-таки делаем эту работу для вас, чтобы вам было комфортно и удобно. Просто как бы нам показать. Что? Ваша работа не сводит. Вы считаете, что не нужно ничего делать? Здесь у меня карта «Тройка». Как я могу проехать, получается? Деньгами сплатить. Ну, только я же деньги сюда положил. Ездите, раз вас устраивается. Значит, получается, что те, кто пишет жалобы, кто обращается, их меньшинство. Всех остальных, большинство все устраивает. Я задал вопрос логичный. Да, может быть, нам тогда не нужно в это включаться. Нам сказали, не лезьте, бесполезно, не надо, нас все устраивает. Представитель проекта «Народный контроль» Шерзота Таев советует пассажирам не поддаваться на уловки несознательных водителей и при невозможности оплатить проезд доступными для жителей Московской области способами требовать проехать бесплатно. Это соответствует закону. Если вам бесплатный проезд не предоставляется, то, соответственно, вы можете позвонить на горячую линию Минтранса либо обратиться в ближайшую приемную «Единой России», где мы уже, соответственно, зафиксируем данное обращение, зафиксируем данный госномер автомобиля и уже будем, соответственно, разбираться с компанией-переводчиком. Будем требовать, что такие наглые водители должны быть уволены. С какими бы настроениями пассажиры не относились к этой ситуации, участники рейда намерены продолжать инспекции, чтобы водители знали, в любой момент их могут привлечь к ответственности. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Виднет. Сделаем Подмосковье безопасным вместе. Голосование под таким девизом проходит сейчас на портале Добродел. Его участники могут внести предложения по повышению уровня безопасности и по борьбе с преступностью в области. Проект «Безопасный регион» реализуется в Подмосковье с 2018 года. В прошлом году по итогам голосования в муниципалитетах было установлено почти 400 камер по более чем 130 адресам. Заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Артур Григорян считает, что голосование – это возможность жителям самим решить, безопасность каких объектов нужно повысить в первую очередь. «Безопасный регион» – это программа, которая делает области, и муниципалитет принимает участие в части своего софинансирования. Определяется сумма, количество камер, которые устанавливаются на домах или в общественных местах. И, соответственно, на эту сумму мы закупаем камеры при поддержке области. Но где они будут установлены, оно определяется как раз на голосовании на портале «Добродел». Проголосовать за то или иное пространство или дом несложно. Для этого необходимо войти на портал «Добродел», используя пароль от Госуслуг. И, следуя подсказкам на экране, проголосовать важен каждый голос. Ведь, как показывает практика, вместе неравнодушные граждане могут достичь многого. «Я очень надеюсь на активность наших жителей. Мы побеждали в таких голосованиях и по очистке реки Купеленко, которая должна в программу зайти, и во многих других, и инициативное бюджетирование. Мы тоже активно принимали участие и побеждали в разных голосованиях. И я уверен, что и в этом голосовании тоже у наших жителей все получится». В настоящий момент в Ленинском городском округе в проекте приняли участие более 550 человек. Они отдали свои голоса за 70 различных объектов. Пока лидирует жилой комплекс «Бутово парк». За него 145 жителей. Голосование продлится до 21 марта. В Ленинском городском округе продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За минувшую неделю был зарегистрирован 321 новый случай заражения COVID-19. Медики стационара ВРКБ продолжают сражаться с коварной болезнью. Еще одна история спасения в нашем следующем сюжете. 73-летний пенсионер из города Электроугли Виталий Евгеньевич Солодухин заболел ковидом месяц назад. С высокой температурой его госпитализировали в больницу в Кусково. «Думаю, денечка на три, попаду. А тут у меня уже целый месяц скоро будет исполниться. Вот. И вот там я пролежал две недели, мне уже надо выписываться, а у меня вот что-то тут заболело». Тогда пенсионера перевезли в коронавирусный стационар ВИДНОСКО районной клинической больницы. В результате проведенного обследования медики обнаружили клиническую картину перитонита, что является показанием к экстренной операции. «На операции выявлен дивертикул микеля. Это рудиментарное образование в тонкой кишке с перфорацией и, соответственно, с развитием перитонита. Была выполнена операция резекции кишки с анастомозом. В настоящий момент пациент поправляется, готовится к выписке. Состояние его удовлетворительное». Операция длилась более двух часов. Врачи ювелирно провели санацию брюшной полости и установили дренажи. Параллельно пациенту проводилась терапия от коронавирусной инфекции. Сейчас Виталий Евгеньевич готовится к выписке. Дома его ждут жена, дочка и внуки. «А сейчас отхожу, все в порядке. Вот пояс сделали, бандаж. Он хорошо держит шов. И все, в принципе, все. Я должен уже вылечился. Спасибо врачам». В Ленинском городском округе продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией. За минувшую неделю был зарегистрирован 321 новый случай заражения COVID-19. Тем не менее, в стационаре продолжают лечиться 203 пациента. Из них 21 – местный житель. Медики по-прежнему просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. В Дворце спорта «Видное» состоялось первенство и чемпионат России по дисциплине «Сютокан» каратэ-до. В поединках участвовали около полутора тысяч спортсменов из разных угаков нашей страны. Соревнования проводились три дня и выявили лучших в борьбе над татами. Рассказывает наш корреспондент Галина Житкова. Спортивная география участников соревнований по дисциплине «Сютокан» поражает воображение. Дальний Восток и Сибирь, Краснодарский, Ставропольский и Пермские края, Центральные регионы и, конечно же, Москва и область. Юноши и девушки от 14 лет и старше с хорошей подготовкой и большим азартом приехали отстаивать честь своих регионов. От Московской области достаточно большая команда, в количестве 60 человек представлена. Из таких городов, как Подольск, Воскресенск, Коломна, Дмитров, Яхрома. Большая команда из города Люберцы, а также город Ступина. В общей сложности большие соревнования собрали более полутора тысяч участников. Работу над татами по базовым разделам «Ката» и «Кумите» оценивали 104 судьи. Великолепную технику, ритмику и координацию продемонстрировали юниоры и ветераны восточных единоборств. Наш вид спорта мы считаем очень полезный для развития как мальчиков, так и девочек, мужчин и женщин. Почему? Потому что он развивает все качества, необходимые вообще в жизни. И даже те, кто не становится чемпионами и призерами, они набирают потенциал качеств положительных, таких как внимание, устойчивость внимания, концентрация внимания, объем внимания, координация и двигательная память. Астраханка Элина Исалиева, обладательница коричневого пояса, уже более 10 лет занимается этим видом спорта. Упорным трудом и активными тренировками добилась признания и продолжает стремиться к новым вершинам. Всегда нужно критично относиться к своему выступлению, поэтому всегда плохо. Но нужно, наверное, больше стараться. Интересны новые эмоции, новые ощущения. Финал состязаний представлял собой увлекательное зрелище. Участники показывали мастерство ката и демонстрировали свои умения в поединках. Более сотни спортсменов получили награды разного уровня за три соревновательных дня. Галина Житкова, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова